добрый день дорогие мои у нас вот такая красота снега еще нет погода очень приятная и хорошая но я иду на тот берег потому что сейчас читал о великомученице варваре и прочитал что в одном месте что она там вступила на гранит но на камень в купели и там осталось ее стоп стопочка ну то есть стопа вот отпечаталась и мне интересно стало я тут видел один камешек у нас есть и мне показалось что на нем тоже стопочка я тогда говорю ой гляди-ка стопа но мы с кем-то были мне некогда было рассмотреть сейчас мы вместе рассмотрим так это или нет а пока я туда иду я хочу ответить на вопрос там мне скинули вот посмотрите канал канал называется клирик я его до этого не смотрел и просит оценить что он из себя представляет и что там как это оценивать ну я гляжу популярный канал подписчиков почти как у меня но я оценю очень коротко это друзья хайп это возможность вот человек нашел возможность такую на том что он критикует или говорит такие вещи которые укажутся другим недоступны и можно говорить и таким языком и от этого у него некая такая популярность я-то оцениваю все с того несколько подписчиков там на канале не сколько роликов или как они выпущены эти ролики я оцениваю все а что дает это человеку и если это опять ему приносит некая боль я думаю что да приносит боль когда человек говорит какие-то такие вещи резкие про страну про правление про церковь можно какое-то время согласиться и нужно даже иногда согласиться что да это действительно так но нельзя совершенно постоянно с этим жить думать что вот вот все плохо все плохо все плохо от того что вы так думаете и так себя ведете все время злясь обижаясь расстраиваясь ничего же не меняется и кроме вас никто от этого вреда не имеет от того что вы услышали их подумали а то и сказали да вот там все что они говорят а такие появляются иногда я помню был афанасий корульский тоже он не монах не что он бывший сиделец в тюрьме сидел в россии потом его еще хотели посадить а он сбежал полет такой красивейший даже не знаю как вам показать слушайте ну такого вообще уже невероятно где увидеть блестит как будто вода на самом деле это лед такой как же красиво не могу просто как все красиво какие такие включения так вот если это приносит вам разрешить раздражение боль их лучше не смотреть потому что от этого не улучшаются не состояние и здоровье не меняется ничего в жизни поэтому собирать для себя хорошее приятное то что укрепляет душу нужно самому никто другой вам этого не даст и как бы это не звучало откровенно там это на самом деле даже неправда даже неправда уж не говоря о том что все это работает на другого не могу не показать вам смотреть что на льду творится какая красота люто толстый вы не волнуйтесь я иду совершенно спокойно я больше уважаю тех кто вот в такое время когда может быть это что говорят проводиться справедливо все-таки имеет возможность дать людям радость или успокоение или какую-то значит надежду и для меня вот в жизни было несколько раз таких когда определенное наставление определенные значит на целенность на то что сделать приносила мне форму вот такого спасения это например отец меня в детстве научил стихотворению в котором есть такие строчки ничто нас в жизни не может вышибить из седла такая вот поговорка у кого-то было я уже забыл и время от времени когда у меня какая-то происходила беда детская я вспоминал вот эти строчки и прямо вот так ничто не не может вышибить из седла и все и мне правда становилось и легче и я как-то выбирался из этой проблемы или чуть позже в молодости когда уже появились такие вот некие проблемы с гонениями тогда мне встретился вот этот стих у вознесенского в человеческом организме 90 процентов воды как наверное в поганине 90 процентов любви даже если как исключение вас растаптывает толпа в человеческом назначении 90 процентов добра вот я все все время это помню я думаю что в человеческом назначении вообще-то даже сто процентов добра другое дело выполняет ли он это назначение ну и конечно самое для меня может быть такое интересное и важное у одного из моих любимых конечно под это в сергея есенина а я считаю что его убили никак не хотят с этим разбираться никак не доведут и никакого уголовного дела хотя обещают так и не заводит потому чтобы хорошенечко рассмотреть что с ним произошло но вот его эти строчки в грозы в бури в житейскую стынь при тяжелых утратах и когда тебе грустно казаться улыбчивым и простым самые высшие в мире искусства они для меня очень такие вдохновляющие и удивляющие что человек мог такое высказать и держаться в той беде в которой они проживали и так я пришел камешку на котором не а у нас тут источник течет и вода на котором мне кажется есть стопочка так вот вот это ходить каблук и такая стопа не знаю может я не прав так мне тогда показалось что прямо явно и стопа а сейчас может быть и не совсем стопа такие у нас интересные тут камни потому что у нас местность необычная местность которые выкопано можно так сказать по последним ледниковым периодом и местность которая выброс и выброса здесь сделана последним большим метеоритом там катонский метеорит упал в 70 километрах от нас и вот волны по земле и выбросы они как раз в этой местности упали рыбаки есть о смотрите к там у нашей источника сделали лавочке ну надо же пойдете посмотрим я тоже хочу еще сделать у себя лавочки давайте посмотрим как вы здесь конструкции сделали интересно и достаточно простую ему кто-то молодец вот таких булавочек надо несколько это источник неупиваемой чаши освященный еще святою там николай чудо вот я вам расскажу про них вот вода из них течет прямо сюда двух какая скамейка прекрасно можно сюда приходить и тоже проповеди читать поэтому друзья даже если мы знаем что все плохо вот вот но все плохо и все плохие и все разваливается нужно внутри себя оставлять все равно светлые и думать о себе как может быть о последней надежде бога на земле или о последнем значит такое явление церкви на земле которые праведны и держаться тогда в этой праведности и тогда у вас все будет хорошо вот так ну все затянул я разговор вот еще раз вам наша красота здоровья вам радости аминь